Эти брёвна и бугры нужно преодолеть как можно быстрее. На соревнованиях только один критерий – скорость. Роман Дятчин и организатор, и участник. Когда в 2008 году он купил себе спортивный велосипед, то понял – кататься просто так неинтересно. Вместе с друзьями построил трассу у Петровского спуска и организовал соревнования. Трасса у нас строится с 2009 года. Каждый год мы что-то достраиваем, усложняем, вышли трамплины, новые элементы продвигаем. На следующее соревнование планируем построить ещё одну трассу, параллельно этой. Участников разделили на две категории – до 18 лет юниора, до 95 лет элита. Обязательные условия – шлем и исправный велосипед, подходящий для мини-даунхилла. Многие участники на скоростных спусках проводят всё свободное время. Обучение на трассе не всегда безболезненное. Да, у меня сломанная ключица. И тут, тут, везде, в общем. Весь я ломаный, переломанный. То есть, это уже всё равно не останавливается? Да это же в этом весь кайф. В чём? Переломанная? Ну, чтобы вышел из больнички, опять достигаешь каких-то успехов. Что какая-то неудача тебя не сбивает с ног. А вот москвич Виталий Кириченко, хоть и катается уже много лет, сложные элементы объезжает. За них потом добавят по одной секунде к результату. Свои 44 года Виталий уже не гонится за победой. Главное – удовольствие от трассы. Эта трасса вообще, на самом деле, она для любителей катания. Она лайтовая очень. Она хорошая. Ребят, большое спасибо за то, что они все это организовали. А администрации города спасибо, что не снесли, потому что в Москве такие трассы обычно ликвидируют. Лайтовая, значит, лёгкая. К следующему году трассу обещали усложнить. А велосипедистов натренировать. Ведь первое место среди взрослых забрал Илья Богачёв из Воронежа. Среди юниоров Роман Бакулин из Тамбова. Из Лепчан награду получил только сам Роман Дятчин. У него бронза. Наталья Медведева, Вадим Гапанчук, ТВК Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова